здорово пацаны это новый видос по облитону для начинающих прям вот с нуля вот ты ни разу не был в облитоне я себя не слышу раз два вот теперь ни разу не сидел в облитоне вот только зашел и вот плюс прям для тебя начнем когда ты впервые запускаешь облитон life тебя встречает вот такой вот вид программы вот какие-то столбцы какая-то excel да похоже на excel поэтому мы сразу же нажимаем вот сюда вот эти две штучки вот одна штучка вот вторая штучка на вторую штучку нажимаем теперь более привычный вид и более привычное расположение каналов как в большинстве секвенсоров также этот вид можно менять на клавишу tab вот попробуем нажать на tab оп оп ты понял чтобы она не появлялась при каждом запуске сразу же выходим из полноэкранного режима нажимаем на f11 появился тулбар менюшка нажимаем options preference и сразу шагаем в файл и folders нажимаем сейф он спрашивает да нажимаем да и он сохраняет больше не будет появляться вот это при запуске вернемся в preference раз уж мы здесь сразу пройдемся по всем настройкам заходим сразу в рекорд ворп and launch убираем сразу же вот эту вот вот эту галочку тут будет он стоять create faith on clip edge это мы сделали для того чтобы life не делал вот эти плавненькие въезды и уезды сэмплов самостоятельно там где нам это понадобится мы это сделаем вручную просто бывает накидываешь бочку и слушаешь она как бы ну не качает приближаешь очень близко и видишь что он самое начало бочки чуть-чуть закруглил поэтому получается не далее нажимаем plugins нажимаем вот здесь чтобы было он вот здесь чтобы было он будет везде чтобы короче было он и там где не включена где of нажимаем тоже он он может спросить типа а где а может не спросить нужно нажимаем rose выбираем папку где у нас находится наши vst плагины или vst и инструменты и после этого нажимаем на rescan он просканирует и все эти пап фильтр амни сфера и вот я же с ними они но появится вот здесь лагин в браузере об этом чуть позже потом идем в аудио смотрим здесь драйвер тип выбираем свой драйвер если у вас внешняя звуковая карта то выбираем asio драйвер вашей звуковой карты если у вас просто ноутбук например или пока со встроенной звуковой карты то можете скачать asio for all это универсальный asio плагин скачать вы его можете вот здесь вот тут дальше смотрим аудио input device здесь мы выбираем откуда будет звук приходить какой микрофон может быть у нас их штук вообще очень много аудио output device это куда он будет уходить если у нас несколько звуковых карт ну и последняя вкладка на мне кажется самое важное look and feel здесь мы что можем покрутить мы можем вообще тут по нажимать разные кнопки главное запомните исходное состояние сделать скриншот чтоб потом все восстановить например вот мы можем покрутить зум это вот если очки забыл я вот так удел вот так это для супер зорких можем поменять тем очень ярко вырви глаз так приятнее здесь мы можем поменять дискотеку почему я считаю что эта вкладка самое важное написание музыки это творческий процесс и визуальное восприятие среды где мы работаем играет огромную роль как на сам наш трек так и на там процесс написания этой музыки и так баблитон life есть четыре вида каналов первый канал это миди с помощью этих каналов мы сможем играть партии на инструментах или например стучать биты в драм-реке чтобы это опробовать попробуем взять например аналог далее нам нужно нажать вот эту кнопочку для того чтобы наша компьютерная клавиатура начала работать как миди клавиатура я нажимаю на клавиши но ничего не происходит мы видим что приходит миди сигнал вот этот желтенький квадратик и вот я еще подпрыгивает это значит миди сигнал приходит но звука нет почему потому что вот здесь круглешок а внутри него нота нажимаем и теперь от буквы а до буквы л английских я могу играть звуки клавишами z и x я могу менять октавы давайте попробуем взять не стандартный инструмент а какой-нибудь плагин например недавно мною приобретенный по скидке изотоп айрис выберем какой-нибудь пресет и попробуем поиграть второй вид каналов в облитон лайф это аудиоканал они предназначены для того чтобы воспроизводить аудио информацию например мы можем закинуть сюда какой-нибудь сэмпл голос гитара синтезатор музыка с телефона все что может играть все что можно воткнуть в звуковуху для того чтобы пошла запись и можно было все прослушивать 10 in auto of чтобы мы могли прослушивать в наушниках свой голос когда будем кого-то записывать нужно выбрать auto и нажать вот эту штучку на такая же как здесь будет красная здесь нужно выбрать auto и выбрать красную кнопочку тогда звук начинает идти в наш канал и теперь мы можем его записать третий вид каналов это сэнды центре терны все кто связаны с звукорежиссурой на аналоговых пультах или на цифровых точно знают что такое посылы посылы эффектов давайте зайдем на канал а если у нас обычные каналы подписываются 1234 то сэнды у нас подписываются abcd и вот так поехали смотрим что на канале а у нас уже висит какой-то реверб давайте его удалим и повешаем просто реверб очень важно выкрутить try with на максимум чтобы влияние эффекта происходило максимально почему давайте посмотрим вот у нас есть звук с аналога смотрим вот на это место как это называть даже видим минус инф минус бесконечность если мы зажмем левой клавиши мыши и потянем вверх то мы подмешиваем сюда вот этот а канал также мы можем подмешать сюда b канал если мы добавим еще несколько каналов посыла то вот они тут появляются все развивать послушаем как работает первый канал напомню мы накинули на него ревербератор выключаю канал посыла что происходит этот канал который первый аналог играет в мастер но так как я открыл вот этот канал он проходит еще через а канал и они вместе приходят на мастер для чего нужны эти каналы для того чтобы одним эффектом можно было обработать разные каналы с разной степенью обработки то есть у нас записано несколько партий вокала и нам надо чтобы главная партия совсем чуть-чуть обрабатывалась ревербом а бэки очень сильно обрабатывались представим что вот это главная партия мы чуть-чуть добавляем а у бэков на всю добавляем и тогда канал посыла будет обрабатывать бэки полностью а канал с вокалом будет обрабатывать чуть-чуть далее вот эти кнопочки это включение выключения канала то есть муд рядом находится кнопка с соло чтобы прослушивать только этот звук четвертый вид канала это мастер это сумма всех каналов то есть если нам нужно обработать весь трек мы кидаем обработку на мастер далее вот это окно это браузер здесь есть инструменты аудио эффекты медиа эффекты плагины и сэмплы вот здесь снизу есть add folder если на нее нажать выбрать какой-нибудь sample pack который вы скачали в моей группе вконтакте если помните там sample pack для трэп музыки заходи скачивай подписывайся и лайк там поставьте под этим видосом тоже лайк поставьте вот мы видим что у нас появился sample pack здесь мы заходим в него и например берем snare ставим его куда-нибудь сюда берем например бочку и видим что у нас закончились аудиоканалы что же делать в таком случае мы просто тянем ниже вот то есть видим что есть четыре канала и больше дальше ничего нету тянем ниже оп и он автоматически создает аудиоканал точно такая же история происходит с любым инструментом берем аналог тянем ниже и он создает midi канал для аналога далее заходим в инструменты выбираем simpler выбираем piano и кейс выбираем grand piano и тянем его на аналог первый помните который закинули оп и он его заменил на grand piano теперь мы будем писать мелодию grand piano как начать писать мелодию мы выделяем область нажимаем midi clip у нас появился midi clip в котором мы теперь можем начать писать мелодию два раза нажимаю левой клавиши появляется нотка я ее растягиваю нажимаю control d если у вас не работает сочетание клавиш control d или вообще горячие клавиши не работают обратите внимание скорее всего у вас стоит русский язык нужно поменять на английский горячие клавиши баблит они с включенной русской раскладкой не работают выделяем еще раз нажимаем еще раз control d еще раз control d мы делали одну ноту давайте поднимем на октаву я зажимаю shift стрелочками нажимаю вверх я хочу прослушивать каждую ноту когда я двигаю как это сделать вот здесь есть очень маленькие наушнички нажимаем на них когда они синие мы при притрагивание к ноте и при перемещении мы начинаем слышать звук прям как филки далее смотрим если навести мышку надо вот эти цифры появляется лупа если навести мышку вот сюда тоже появляется лупа и если навести мышку вот на вот эти цифры тоже будет лупа для чего это берем эту лупу тянем вниз мышку баблита не все работает мышка вверх мышка вниз если нужно прибавить какой-то параметр круглый мы зажимаем у левой клавиши и поднимаем вверх когда он будет крутиться вот так также и здесь мы наводим на эту лупу я поднимаю вверх но это меньше опускаю вниз становится шире здесь такая же история давайте сделаем каких-нибудь интервальчиков давайте выключим бит и попробуем послушать с метрономом на скорость 150 нажимаем вот эти два кругляшка если нажать всплывающую менюшку можно выбрать звук метронома классический клик и вот типа деревяшки эти все три звука можно поменять это очень секретная информация не все знают даже те кто очень долго работают в облетоне у меня в инстаграме вот в моем инстаграме заходи посмотри там есть информация как поменять звук на собственный ты можешь на битбоксе чего нибудь и сделать себе метрономы своего битбокса или можешь записать свою собаку и сделать метрономы своей собаки включаем метроном с классическим звуком чтобы она не заканчивалась мы берем вот эту штучку границы так сказать подставляем под нужную нам расстояние нажимаем вот эту кнопку она когда желтенькая все теперь все будет идти по кругу теперь смотрим вот эта часть темненькая это светленькая что это такое это такты смотрим вот здесь один один два один три один четыре это четверти одна четверть вторая четверть третья четверть четвертая здесь рядом с метрономом есть четыре четверти можно поменять размер если вам надо если вы начинающие не советую менять размеры пишите в 4 четверти и так мы расположили с нейр на третью четверть выделяем весь такт очень важно выделяем не просто вот так а выделяем весь такт и нажимаем control d три раза раз два три изи просто изи теперь берем бочку ставим ее не сюда помните как в прошлом видосе мы его ставим сюда а здесь уже сюда а вот здесь тоже так а вот тут вот здесь может а если вот тут также как я ее перемещаю я зажимаю control и тяну отпускаю она скопировалась еще раз зажимаю control тяну и она опять скопировалась если вам нужно что-то скопировать нажимаем control тянем отпускаем мышку и только после этого отпускаем control второй метод копирования правой клавишей копии ставим точку и нам надо нажимаем правой клавишей пейс слушаем что у нас получилось включаем все канал будет у нас выключены два канала включаем нас есть пианино мы нажимаем правой клавишей на канал нажимаем freeze track что она сделала она как бы заморозилась пусть теперь если мы создадим аудиоканал под тянем его сюда и зафрезенные ноты с control перетянем вниз мы видим что они превратились в аудиоканал это первый метод как можно превратить миди в аудио или вообще любой другой канал в аудио второй метод мы нажимаем правой клавишей нажимаем flatten все он превратил все это в аудио и третий метод как можно как можно превратить любой звук в аудио вот здесь смотрим external in выбираем resampling ставим красненькую кнопочку помните и нажимаем соло на нашем пианино потому что нам нужно чтобы сейчас проигралась только пианино записали но мы сделаем другим путем мы просто нажмем flatten и все больше нам ничего не надо вы можете обратить внимание что у нас тут стоит луп из хэтов это не true давайте писать своих это для этого мы также можем применить несколько разных техник техника самая простая называется школьная берем хай-хэт и расставляем его просто вот вот так выделяю control d приближаем копируем еще раз его смотрю вот здесь вот по сетке этот метод первый чем он плох мы не можем точнее мы можем менять тональность чтобы было но это будет неудобно давайте посмотрим второй метод мы добавляем insert midi track нам нужен midi трек далее берем сэмплер кидаем туда head выделяем область еще раз правой клавиши insert midi clip и здесь мы уже прописываем наших это выделяем все ноты поднимаем у них громкость и первые так вот поднимаем я просто выделяю и стрелочками на клавиатуре делаю вверх вниз и третий способ как можно добавить хеты которые мы уже видели заходим в мой сэмпл пак заходим в папку лупс выбираем тут хай-хэт лупс готова но он больше чем у нас есть рисунок ударные поэтому мы выделяем все нажимаем control d все скопировалось но нам нужно еще растянуть границы лупы давайте добавим еще какой-нибудь интегратор например вейв тэйбл возьмем у нас там по моему все в до давайте просто сделаем такой от конца четверти до начала четверти выделяю и снова control d если два раза нажать на шапку вот смотрите есть тело да вот я только тело выделяю а можно шапку выделять ведь шапка тоже выделяет если два раза нажать по клипу то здесь мы можем увидеть луп это значит что если я потяну за краешек то он будет повторяться бесконечно смотрите бесконечно бесконечно для чего мы сделали эти ноты для того чтобы я вам показал что такое автоматизации смотрите вот есть фильтр например да у него есть frequency нажимаем правой клавишей show automatization можно нажать show automatization in new line если у нас много автоматизации мы уже не понимаем чё где там автоматизируется мы просто нажимаем show automatization in new line и он покажет нам новым слоем ну давайте для начала попробуем первую просто нажимаем show automatization бам смотрим что вы здесь включилась вот эта штука она переключила режим и у нас появились эти полосочки красненькие пунктирчики пунктирчики красненькие показывают о том что здесь нет никакой автоматизации что они динамичные но давайте вот эту крутилочку сделаем так чтобы она вот как бы так чуть-чуть спадала потом чуть-чуть поднималась потом чуть-чуть спадала потом опять чуть-чуть поднималась давайте послушаем а вот эту вот штучку вот эту пимпочку мы тоже сможем за автоматизировать но ее мы нажмем show automatization in new line и она появляется ниже то есть смотрим здесь у нас уже прописана автоматизация вот они все параметры которые можно за автоматизировать например вот у нас это параметр уже за автоматизирован там красненько есть а вот вейф ты был пос у нас не за автоматизирован поэтому он пускай он будет изменяться на протяжении вот нашего парта смотрим поднимается так же можно выделить какую-то область и нажать правой клавиши и вот здесь вот есть синусоиды всякие горочки вверх-вниз горочки такие горочки такие квадратики какие-то вообще непонятные фигни можно выбрать вообще все и она сделает вот такое оп кругленькая но мы можем сами кругленькая сделать смотрите нажимаем alt и вот любое место вот когда вот она показывает что вот так она предлагает поставим точечку вот здесь мы таки не не точечку нам не надо а вот так она говорит а палочку да мы таки да и если взять за палочку и потянуть мы смотрим что можем всю палочку двигать но нам не надо двигать палочку мы нажимаем alt и вот закругляем сглаживаем углы ну ладно по автоматизациям все поняли вот эта . я про нее кстати по моему даже не рассказал это громкость самого канала вот так вообще никогда ничего не будет так это плюс 6 два раза по ней кликаем она дефолт на ставится в 0 c это значит центр если мы крутанем вниз то она сделается левым если в вверх то будет правым ну и здесь также есть посыл и допустим давайте сюда а посыл сделаем теперь реверберируются кстати мы можем отдельно послушать посылы можно нажать соло и и мы слышим что сюда приходит пианино вот у него тут открыт посыл и вот этот синт приходит на этот посыл поэтому мы их слышим одновременно здесь далее давайте сделаем 808 чем мы как дети сидим тут без баса нормального заходим в мой сэмпл пак заходим в раздел 808 предварительно создаем миди канал очень важно миди канал заходим в инструменты выбираем сэмплер есть сэмплер и сэмплер данном случае мы выбираем сэмплер заходим в мой сэмпл пак выбираем любой нам понравившийся 808 вот это энэми что это значит что первая буква означает его тональность это не во всех сэмплах то это только я так сделал сам для себя шпаргалки мы понимаем что е это ми а ми это е значит наш бас в тональности ми вот здесь смотрим вот здесь внизу видите c3 это значит что он определяет что корневая нота будет до 3 октавы но это же неправильно у нас же ми поэтому мы просто нажимаем стрелочками вверх до тех пор пока не умеет не увидим е все отлично теперь вас можно описать мы выделяем нашу область нажимаем правой клавиши нажимаем insert и начинаем писать бас как написать бас мы подкидываем у нас был самом низу этот канал мы его подкидываем ближе к бочке для чего чтобы нам можно было увидеть где бочка чтобы повторить рисунок бочки 808 смотрим вот сюда вот это вот эта нота вот она растягиваем об выделяем и control d звучит странно согласись потому что нам надо делать там октавку выше октавку ниже все рекомендуют писать на на несколько октав выше баса потом спускать попробуем так сделать я сам так ни разу не делал нужно сделать чтобы вас у нас так для этого мы заходим вот сюда пич оэска пич это высота тона поиска это осциллятор можем в сэмплере сразу синтезировать звук нам нужен раздел глайд здесь написано of нажимаем глайд и ставим здесь 150 там где нота заканчивается нужно освободить место для высоких нот мы слышим что начинает все подпёрдывать почему потому что на мастер приходит слишком большая громкость как это исправить не надо вешать лимитер на мастер пожалуйста заходите ко мне в instagram еще раз зайдите там много инфы полезны там есть инфа о том что лучше вешать софт клипер во фруть лупсе есть фрути софт клипер но в облитен лайф такого нету поэтому мы берем глю компрессор вешаем его на мастер не трогаем никакие ручки просто чтобы ничего не происходило кроме вот этой вот софт кнопочки нажимаем все теперь он закругляет закругляет тот звук который хочет выпрыгнуть за пределы нуля но не отрезает его как лимитер это очень полезная штука так что вот далее нужно сделать чтобы как-то на вступала до все нажимаем control а и сдвигаем до пятого такта берем наше пианино я зажимаю control тяну туда отпускаю мышку потока потом control нажимаем правой клавишей по клипу и нажимаем вот вот есть умножить и разделить на 2 нажимаем разделить чтобы она в два раза больше стало и здесь выбираем репич для того чтобы она такое поплыло и сразу сюда давайте поставим клэп и синтезатор наш странный давайте кстати клэп тоже направим в а посыл чтобы он тоже реверберировался нужно бустануть наш бас потому что так неинтересно для этого мы заходим в сатуратор заходим на канал точнее с басом выбираем сатуратор вешаем его после мы можем навешать всяких разных эффектов цепочка эффектов выстраивается вот так вот слева направо аудио эффекты можно применять как к миди инструментом так и к аудио инструментом миди эффекты можно применять только к миди инструмента также если нам надо еще обработать что-то другим путем мы можем своими какими-то плагинами купленными например фаб фильтром воспользоваться для обработки он также вот встает сюда пример нужен какой-нибудь гейтер проджи вот они все встают лево-направо и они это бесконечное количество если в противописи там количество ограничено этих слотов то здесь можно прям разгуляться можно там такое наделать вообще ух давайте все таки бустанем бас давайте послушаем его в соло мы видим что у нас есть гармоника интересная но он нам было бы классно вот здесь при поднятии здесь также включая софт клипинг чтобы он не выпрыгивал за пределы выбираем аналог клип и просто добавляем драйва теперь послушаем все вместе нет только перед этим еще добавим райтик что я сделал я нажал рев он развернул помните реверсирование и все надеюсь тебе оказался полезным этот ролик если так кто подпишись на канал и поставь свой царский лайк и обязательно напиши в комментариях сколько лет твоему бате очень важная инфа ну и все увидимся в следующем ролике а